Приветствую вас. Когда человек приходит с таким вот запросом, как у вас, запрос такой, когда у меня будут серьезные отношения, в первую очередь хочется спросить, а что для вас вообще такое серьезные отношения? Что вы понимаете под серьезными отношениями? И как вы относитесь к тому, что другие люди могут понимать это? Ну, то есть вот то же самое, совсем иначе. То есть в запросе, в любом запросе, важно определить именно это по большому счету. То есть если есть запрос на серьезные отношения, то нужно, чтобы человек определился с тем, что он понимает под серьезными отношениями, чтобы было куда стремиться, чтобы был некий ориентир, понимаете? Чтобы, грубо говоря, мы, ну я имею ввиду вы и, допустим, терапевт, не блуждали в поисках этого самого значения. Когда терапевт говорит, ну вот же они, серьезные отношения. А вы говорите, нет, для меня эти отношения не серьезные. Вот чтобы этого не было, нужно как раз таки определиться сперва именно с тем, что для вас серьезные отношения. Далее. Следующая важная деталь. Для чего вам эти самые серьезные отношения? Ибо несколько настораживает тот факт, что вы хотите серьезных отношений, как бы, как бы, уже имея некий их идеал, а значит, есть риск того, что человек вы будете подгонять под этот самый идеал, ну или пытаться подогнаться под этот самый идеал. И, соответственно, скорее всего, вы будете довольно бурно реагировать, если человек не будет соответствовать тому, чего вам хочется, тому, чего вы ожидаете и так далее. То есть здесь, опять же, очень важно этот момент доработать. То есть если вы чувствуете, знаете, как бы, значит, понимаете, что вполне возможно, у вас уже есть готовый образ отношений, и вы хотите этот готовый образ отношений реализовать. То есть все совершенно не факт, что другой человек захочет это делать точно так же, как вы. И вам нужно быть готовый, и вам нужно быть готовый к тому, что это произойдет, и готовый к тому, что человек не хочет реализовывать ваше представление о серьезных отношениях, при том, что сам по себе он хорош и вполне себе достоин вас. То есть мы говорим здесь не в обесценивающем его ключе. Если за этим откроются какие-то другие желания, то есть вы можете сказать, что мне нужны серьезные отношения, чтобы что-то, что угодно абсолютно, не важно что, то это уже не свободные отношения, к сожалению. Это отношения ради чего-то, и по факту, по сути это отношения, где каждый преследует свою какую-то цель, и, к сожалению, далеко не всегда это приводит к всему-то хорошему, а, как правило, даже наоборот это приводит только лишь к негативу, потому что в отношениях нельзя ожидать какого-то результата, а, опять же, именно в силу человеческого фактора. Так что этот момент тоже необходимо учитывать при формировании своей позиции по данному вопросу. Если вы выделите свои желания, которые вы хотели бы удовлетворить с помощью, например, отношений, а если вы выделите эти желания, то их нужно удовлетворять уже сейчас, не дожидаясь того, пока вы в отношения вступите. То есть даже потребность в сексе, в принципе, можно удовлетворить, ну, на таком довольно безопасном и договорном уровне, не жертвуя при этом собой, не жертвуя при этом своей самостоятельностью, своими принципами, ну и так далее, так далее, так далее. Вариантов тут довольно много. То есть желания должны быть удовлетворены, и вы, вступая в отношения, должны быть свободны от этих желаний, чтобы человек не выступал своего рода объектом реализации важных желаний, потому что это, ну, позиция в некоторой степени потребительская, а потребительская позиция встречает сопротивление со стороны людей. Вот. Далее стоит определить круг, круг общих знакомых, где вы можете, собственно говоря, встретить соответствующего мужчину. Вот. Значит. И с ним взаимодействовать. Дальше. Ситуация на самом деле куда менее дружелюбна по отношению к, ну, к человеку, к вам. Потому что, момент такой, если вы спрашиваете, когда будут отношения, значит они у вас по какой-то причине не получаются. То есть вы хотели бы отношений, но они у вас не получаются, значит что-то мешает. Если что-то мешает, то с этим нужно разбираться. Если есть какие-то блоки на построение отношений, то эти блоки будут давать о себе знать рано или поздно всегда-всегда. Поэтому до тех пор пока препятствия, которые не позволяют вам выстраивать отношения, не будут выяснены, вряд ли можно говорить о каком-то адекватном построении отношений в принципе. Это нужно также понимать. Далее необходимо определить то, какая вы женщина, какой вам нужен мужчина. И почему? То есть это довольно такие важные вопросы, на которые обязательно нужно найти ответ в любом случае. В любом случае. Ибо это правда важно. Если вы поймете для себя, какая вы женщина и что вы можете дать мужчине, то соответственно вам будет легче выстраивать с ними отношения. Вам будет легче взаимодействовать с ними и легче будет отсеивать тех, кто по какой-то причине вам не подходит, ну по той или иной причине. Иногда. 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 Не всегда, но иногда. По строению отношений мешает именно недостаточно самоидентификация себя как представителя того или иного гендера. То есть если вы не знаете, какая вы женщина, например, то соответственно вам тяжело выстраивать отношения с мужчинами, потому что не зная какая вы женщина, вы не знаете свои особенности и не знаете какой мужчина для вас будет наиболее подходящим. То есть если вы не знаете, значит не сможете выстраивать с ними отношения. Опять таки. Вот то, что можно назвать рекомендациями для выстраивания серьезных отношений. Основную важность, особую важность, здесь представляют блоки, которые не позволяют вам устроить отношения. Эти блоки требуют разбора, анализа, корректировки. В любом случае. Ну и, пожалуй, последний момент заключается в том, что вы говорите когда. Может быть, прямо завтра, если вы будете адекватно выстраивать свою модель поведения, если вы будете самостоятельно нести ответственность за то, что делаете, то все может быть уже завтра. Если вы, соответственно, не готовы брать на себя ответственность за построение отношений и как бы ждете, что кто-то это сделает за вас или все само собой нормализуется, то в этом контексте, конечно, можно говорить о наличии проблем. Тогда, если вы не берете на себя ответственность, то и результат будет соответствующий. Для ответа на такого типа вопросов я рекомендую вам обратиться в раздел эзотерики. Там отвечают на подобный вопрос. Это не плохо и не хорошо, просто мы, как психологи, не решаем вопросы, не связанные с личной ответственностью. Я думаю, именно так можно ответить вам на ваш вопрос. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...